Если сейчас вернуться в те годы, то не было никаких сомнений, правильно ли я выбрала место учебы. Прекрасные педагоги, замечательные студенческие годы. Конечно, первые годы. У нас были распределения, и мы вернулись сюда с моим мужем уже тогда. И тогда распределение была терапия. Чуть позже Людмила Петренко изменила специальность, избрав в качестве приложения сил эндокринологию. С 1994 возглавляет профильное отделение медсанчасти. Супруг Виктор Григорьевич руководит хирургией по соседству. Напряженный рабочий график и тихое семейное счастье. Пара воспитывает дочь и продолжает профессиональное становление. У этой молодой Читы все только начинается. Хотя за несколько лет в браке успели многое, а главное уяснили – сила друг в друге. Так как у него опыта больше, возникают у меня вопросы. Я всегда ему звоню, спрашиваю. Дома тоже иногда какие-то вопросы задаю. И это очень большая поддержка, то, что он врач, и то, что у него опыта больше. Мне в этом очень повезло. Разыскать достойные подражания пары и познакомить с молодежью – масштабная задача. Региональное агентство ЗАГС решает ее уже несколько лет и весьма успешно. Таким образом, плавно и неторопливо происходит трансформация современных тенденций. Оформлять отношения ближе к 30-ти, рожать первенца в возрасте за 30, а то и вовсе оставаться в свободном плавании. Нам же тоже говорят, что штамп в паспорте, что он дает. Он дает. А дает он то, что… Даже не сам штамп. Сам вопрос в присутствии свидетелей, готовы ли вы взять в жены эту женщину, говорит о том, что человек публично говорит, что да, я готов именно этому человеку быть верным. И я при всех при вас объявляю, что именно она – моя жена. И она при всех говорит публично, что да, я буду женой именно вот этого мужчины. Вот это работает. Около 9 тысяч браков регистрируются в регионе ежегодно. Не менее 4,5 тысяч распадается. Угрожающая половинная статистика навела на мысль о запуске ряда профилактических акций. Свадебные юбилеи супругов-долгожителей, привлечения церкви и, наконец, новая фишка. Алло, здравствуйте. Поздравляем вас с очередной годовщиной совместной жизни. Здравствуйте, спасибо, что помните. Это очень неожиданно и приятно. Добрый звонок – так называется акция от регионального ЗАГСа. Суть ее в том, что сотрудники дозваниваются юбиляру и поздравляют их с годовщиной совместной жизни. Но помимо этого предлагают еще и посильную помощь. Например, это может быть консультация психолога или совет юриста. Да все что угодно, лишь бы семьи не рушились. Дебют акции уже состоялся в Индзинском районе. Насколько он удачен? Сейчас позвоним и узнаем. Мы много же ходили раньше и так встречались с ними, чтобы их сподвигнуть, так сказать, зарегистрировать отношения. Это когда-то были такие акции. Там, конечно, мне кажется, было больше негатива. А здесь нормах-то в основном люди. Были, конечно, которые говорили, нам это вообще неинтересно. Просто там несколько человек. Но в основном все выслушивали. Кто-то говорил, что да, нас можно приглашать на мероприятие. Кого-то мы уже приглашали на мероприятие, они откликались. С кем-то просто разговаривали. Но грубости открытой не было. Нормально. Татьяна Домоданова, Иван Демидов, Алексей Слипченко и Константин Никитин. Репортер 73.